Пять способов развить интуицию и яснознание. Первый закон. Где ваш взгляд, внутренний взгляд, туда идет ваша энергия. Практикуйте сосредоточенность на самом себе. Можете прямо пока я говорю это делать. Когда человек сфокусирован внутри себя, он ощущает тонкие изменения, колебания, состояния в теле и в своих ощущениях. Давайте начнем со знакомства с собой. Научимся управлять своим вниманием. Это 90% успеха. Распределите все свое внимание, фокус по всему телу. Как будто вы все тело сразу за одно мгновение полностью, целиком ощущаете, чувствуете, видите. Теперь обратите свое внимание на определенную часть тела. Например, мизинец левой руки. Сфокусируйте в нем точку. И почувствуйте, как он прогревается, как он становится энергетическим. Давайте перенесем внимание на мизинец правой руки. Про левой уже забыли. Теперь на правой происходит тепло и фокус. И теперь там концентрируется энергия. Забудем про мизинцы. Теперь просканируйте все тело. И вы увидите, что два ваших мизинца в контексте всего тела отличаются. Направьте внимание вперед от себя. На любом объекте его сфокусируйте. Можете на своем телефоне. Или на каком-нибудь стуле. Не важно. Почувствуйте, как ваше внимание, как будто луч света струится из вашего тела и наливается или переливается в этот объект. Закончили упражнение. Пункт номер два. Тибетская практика. Это перемещение внимания по органам чувств. Допустим, вы уделяете внимание первое вкусу. Давайте по 5-10 секунд на вкус. Теперь нюх. Что вы чувствуете своим нюхом? Теперь слух. Что вы слышите? Допустим, мой голос. Теперь визуальное восприятие. Посмотрите, что вы видите. Теперь ощущения в руках. Это основные каналы вашего ясновидения. Ясновидение не только это видение. Это может быть вкус, нюх, слух, визуал и сенсорика ощущений в руках. Попробуйте отдельно после этого урока это упражнение по одной минутке. Концентрируйтесь на каждом своем чувстве. И расширяйте эти каналы восприятия. Это очень хорошо помогает пробудить ясновидение. Третий пункт. Отключение внутреннего диалога. Закройте глаза и уберите все мысли из ума. Глубокий вдох-выдох. Сфокусируйтесь на внешнем мире. Не на себе, не на мыслях, а на внешнем мире. Все, мыслей нет. Закончили упражнение. Итак, этот пункт номер три. Учитесь делать его тоже периодически. Называется отключение внутреннего диалога. Мысли надо уметь выключать. Четвертый пункт. Созерцание. Даотская практика. Наблюдайте за природой. Можете выглянуть в окно прямо сейчас, если это возможно. Не делайте никаких выводов. Просто смотрите вдаль. В здесь и в сейчас. Постарайтесь увидеть суть, истину того, что вы наблюдаете. Допустим, закат, рассвет, облако, птица летит, кошка идет, снег падает или дождь падает. Закончили упражнение. Повторите это упражнение после окончания урока. Еще раз и подольше. Итак, пятое. На сегодня последнее. Поблагодарите себя за любые проявления. То есть, вот где-то вы получили результат, поблагодарите себя. Вы осознали свои желания? Поняли, что это за желание? Поблагодарите. Интуиция вам что-то подсказала? Поблагодарите. Благодарите себя за каждый пункт какого-то шажка, прорыва, правильного ответа. Сделали медитацию? Поблагодарите себя. Задали вопрос высшему Я? Получили ответ? Поблагодарите. И себя, и Высшее Я. Берите от нашей школы упражнения, энерго и медитации для развития сновидения и не только, вообще для улучшения жизни. Буду рад преподавать для вас, делать с вами совместные практики, растите духовно. По ссылкам забирайте все подарки, марафоны, медитации. Все у вас рядом с этим роликом.